здравствуйте доброго времени суток уважаемые салам алейкум время как обычно 13 49 на 2 часа заказ перезвонил сказал что на 20 минут задерживаюсь плюс 13 с половиной сегодня 6 06 21 вчера трактор прошприцевал вот сейчас заправиться же сил вчера вообще не было уже закончил я в 10 и не знаю надо видео выкладывать и работе не надо нужны они кому-то не ну не нужны я там принципе ничему не учу да и вам учиться нечему вы сами все умеете кто смотрит видео как бы изначально просто этот канал груз создан был для того чтобы граждане с excavator точка ру не рассказывали всякую чушь насколько мне надо вставать и куда мне надо ездить и этому доказательству видите я каждый день еду часу к двум на работу то есть я не ну и то же самое также обеспечен работой как они только они с 8 встают едут за 50 за 70 километров за 30 я так не поступаю вот и все ну не знаю нужны видео работе не нужны дайте знать что-то как-то там полезной информации ну никакой нету так просто как я день провел и опять же видео записываю ну в принципе для того чтобы это было как бы информация о том что я делал какой день иногда я забываю записать что и сколько у меня там часов ушло туда-сюда где я работал и как бы видео всегда можно пересмотреть ну вот так оно что приехал я своему участку трактор пока что живой сейчас заведу пока по трактит поеду за солярой у нас тут кпп так просто к нам не заедешь номера камера стоит читывает и в автоматическом режиме либо как-то открывать шлагбаум считается это вид поселок как бы самый такой дорогой земельные участки и люди которые здесь проживают тоже непростые один я тут лошара тракторист остальные здесь насосы портосы арамисы так берем солярочку заливаем и поедем работать помаленечку чудеса какие-то сальник перестал течь на бортовой что ему надо как это он вылечился самостоятельно непонятно то есть тек тек потом перестал я думал может масло кончилось открутил пробку до этого все нормальная бортовая с маслом сегодня опять залазил под трактор блин опять сухо на колесе что за фигня думаю ну ладно открутил бортовую полная так что как-то излечилась почему-то какое-то само лечение произошло организма трактор наверно выработался какое-то лекарство у человека и сальник ну может быть постоянно может временно вылечился посмотрим я вроде никакие антибиотики ему не давал все еду на заказ время 14 скажет что я обманываю 7 утра выехал или 6 а всем уши дую что время 2 часа дня еще раз повторяю у всех разное время работы некоторые люди говорят мы можем только после двух после трех после обеда и я именно на таких людей ориентируюсь я же не виноват что эти люди у меня есть каждый день которым надо трактор не с утра есть конечно пять процентов моих заказчиков которым нужен трактор в девять в десять утра но это всего лишь пять процентов из всей массы людей которым нужен трактор с утра с утра он нужен кому строительным фирмам и все а я работаю просто с пизлицами либо со строителями с профессиональными но у них на утро другие планы то есть я им говорю я приеду 2 и они перестраивают свою ну как бы тень уже под меня я и я могу приехать там какой-то тени и к девяти и к десяти покопать это уже когда совсем очень жесткая необходимость это да возможно но так я не вижу смысла ехать с утра сегодня солнышко светит все зеленое зеленое вчера было плюс 8 аж пар изо рта шел тем вот отцов он да и входить все на 4 не пошел ну включим третью 2000 оборотов на 3 идет уверенно но я вчера пробовал в эту гору на векторе на 5 передач со скоростью 80 упали обороты здорово как бы но вот туда и делаем на подъеме ну что мальтури пошел гору штурмовать Дерзко, конечно, дерзко В эту гору, короче, Вектра Вот моя дизельная, 125 коней На пятой я ехал 90 То есть 20 километров она потеряла То есть, не, можете сказать, что у меня дохлые кони под капотом там на Вектре Мертвые кобылы Но нет, она бодрая, нормально Пробег всего 300 тысяч Это ни о чем для дизельного Апилевского мотора, ну плюс 2,2 Ну, сейчас разогнался я И 500 оборотов Поглядим, с такими оборотами Вот в эту гору он подвинется или нет Ну, сдается мне, что, ну, мощность падает Видите, все, вот он потухает 2 500 оборотов потерял 1900 Заползет, конечно, но еле-еле В третьем включе мы поедем И все, да Затухает, затухает Хотя, когда я купил трактор Он мне на первой передаче в эту горку поднимался только Так что вот так вот Подъемы такие, ну, серьезные По логике вещей он даже на четвертый не должен в эти горы подниматься Потому что, ну, простая легковая машина С 125 лошадями и массой одной тонну Чувствует этот подъем на пятой передаче Ну, не на четвертой, а на пятой У меня, конечно, коробка там такая длинная Не городская А шоссейная Ну, короче, чувствует Ну, а как трактор восьмитонный может не чувствовать? По идее он так и должен Ну, третья А можно даже и вторая Потому что, сколько я видел, трактора еле тащатся в эту гору Вот это у меня у одного Он почему-то взлетал в эту гору раньше Ну, даже вот в начале лета на четвертой в эту гору я поднимался Вот сейчас с поворота опять в гору пошел на четвертой И в эту гору-то я заеду на четвертой точно Но мне не надо Мне вот до форт-транзита надо Меня уже ожидает здесь клиент Вот на четвертой тащится 1800 оборотов идет Вот нагрузка и видно, что есть Все, едем на объект Люди, видите, вместо блоков применяют покрышки Засыпают их грунтом Там какие-то пидорасы разбили у них окно и залезли в этот дом Уроды, блять Конченые И часто у нас стали пользоваться фундаментами Неразборная палубка этой блоки, так называемой Это из теплоблоков построено Это внутри пенопласта Снаружи все уже облагорожено Все хорошо Хочу взять вот этот грунт Сделать мостик на ту сторону Нам они наложили камней Ворота И это будет теперь дорога на ту сторону Видите, что там Туда мне надо переехать Делаем переправу Это идут соседи-специалисты Для которых надо жалом поводить Только начали работать И уже что-то тут кто-то, блять, пришел Кому-то что-то уже здесь надо Что-то они там разговаривают Пока непонятно о чем и про что Ну вроде Вроде дружелюбно А может нет Не знаю, короче Вот эти вот все строители Такие доморощенные Вот они там понасмотреться Сделали Вот они сейчас решили сделать Эту переправу Да Они положили ворота от гаража И камней там И типа по их мнению Все будет нормально Ну как бы оно Дело в том, что Если ты наверху делаешь Три метра ширину дороги Внизу ты должен Хотя бы шесть сделать Хотя бы шесть метров Потому что высота-то большая Обсыпаться-то грунт куда-то будет И сейчас получается, что Что все поглощает Сыпется песок И он по сторонам просыпался Понимаете? То есть получается не Не Корректно Засыпает края То есть вход воды и выход воды Ну скажете, вода найдет дырочку Да как бы это понятно Что найдет Но чем ей проще течь Тем лучше, правильно? Это же не просто так Эти канавы сделаны Их не дурачки Дурачки какие-то делали А делали во время СССР Эти канавы Значит они Ну скажем Рассчитанные и нужные Эти канавы Вот А они получается Сделали Где-то четыре с половиной метра На дне этой канавы А высота Где-то Три с лишним И че? Что толку? Смотрите, оно все Рассыпалось Вон по сторонам Видите? Все по сторонам Рассыпалось И И завалило входа Я че? Я выполняю Команды Еще бы не перевернуться Так На бок не лечь бы Не хотелось бы Я буду В третий раз уже Камшом задним Раскладывать ЖБЛИшки По сторонам Дабы Увеличить Ширину Он хочет Чтоб здесь Проезжали Самосвалы Какой нахуй Самосвал Тут просто Провалится И все Минимум Надо было Ширину Семь метров Сделать У шесть Хотя бы Чтобы Все это Не обсыпалось Чтобы Самосвалы Заезжали Как они Туда будут Заезжать Самосвалы Трактор Понятное Дело Проеет Самосвалы Вот он Видите Все уже Обсыпается И все Мне сейчас Надо будет Из гортиков Вот так Вот края Делать Дальше Ничего Не обсыпалось Задача Такая Сейчас Не Ну это я уже От себя Делаю У них На это Как бы Не хватает Я же понимаю Что потом Самосвал Упадет Накер Куда И все Или Вода Отечнет Поэтому Я Укрепляю Борта Делаю ЖБИшками Исключить Обвалы Нет Зараза Выпал С Держа ЖБИшками Главное Туда И Думаю Что Деревья Будут Держать Не знаю Может он Всю жизнь По болоту Ездил Через болото И Деревья Ложил И трактор Проезжал Но это же Временное Так Положим Это Будет Такая Типа У нас Затруга Заментная Для Того Чтобы Не Обсыпалось Так Вот Все Приходится За них Думать И Что Делать И Почти На каждом Объекте Такая Фигня Что Вчера Кабель Закапывал Как Круговодитель Там был Это Сделай Это Подровняй Сами Ни Хрена Не Делают Или Не Хотят Делать Правильно Или Не Знают Как Правильно Делать Стоп У меня Уже Времени Ушло Ровно Час Я Уже Засыпаю Этот Канал Я Не Знаю Как Объем Был Почти Немного Допопал Должно Хватить Принс Чем Должно Материала Так называемого Чуть Набок Туда не Ушел Ручник Затянул Он Ни Хера Скорки Не Держит И Чуть Чуть Сюда Короче Не Уехал Набок Канал Сориентировался Стрелой Уберся И На стреле Выехал Наверх Отжался Поднялся Ровно По горизонту И Передние колеса Мы в земле стояли, включил передний вход и выехал. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть очково было. Совсем не охота поставить. Завалить трактор, туда вниз и упасть. Тут как-то высота-то здесь есть. Где-то по кабину трактора она будет, 3 метра точнее корпус. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что это за ширина проездка? Да ни о чем. Это не ширина проездки. Ладно, им виднее я проеду, а не встану. Привезут, наверное, еще материала. Тут есть маленькое еще. Просто плохо, что обсыпается все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогу построил. Переправу. В ту сторону. Трактор только-только проезжает. Материала нету толком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно, трактор будет валиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сними все растительные. Такой простой. Типа передком. Люди просто простые, как 3 копейки. Возьми лопату, попробуй, сними растительный слой. Потом скажешь, вообще это возможно сделать или нет. Ты думаешь, что если трактор, он, блядь, хуярит все. Такой дырочкой, наверное, от лесов нет смысла трогать. Пусть будет. Камни попадают. Камней бы не было, конечно, все это можно было снять. Камни-то не дают, они в ковш ударяются и все. Какую-то иголку, колесо поймал. Но повезло, она не проткнула насквозь. Она не в прямую вошла, а так, скользко колесо. Так находится челюсть задним ходом это делать. Как бы еще челюсть не оторвать, блядь. Нагрузки идут. Ну, а больше никак, я думаю. Перед ком вообще ничего не получается. Он зарывается. Короче, перед ком не есть вариант. Челюсть все более-менее еще. Не, если ее заточить как бритву, может быть, конечно, она будет вбиваться в землю, срезать эти деревья как бритва. Но, так потихонечку, вот, в тралю, в тралю камня, он идет, просто попадает уже. И поле было такое, конечно, что нет комней. Комней-то хера, и они как бы застревают. Маленько. А, вон камень. Придется каждое утро. Еще вон, сколько всего этого. Вообще, для таких работ нужен фронтальник, потому что, ну, что-то эти, такие масштабы, блядь. Футбольное поле, эскалатором-погрузчиком делали, да, конечно. Скажем так, нерационально. Большим фронталом бы, конечно-то, все было бы намного легче и быстрее. Ведь я и правду бы он, в общем, так же бы сделал. Ну, да, по краям бы там не разложил этих камней. Ну, в принципе, там чуть-чуть еще материала было. Хладило бы ему. Ну, по крайней мере, уж снимать этот слой, растительное планировать, лучше было фронтальником делать. В принципе, там можно было здоровую сделать и мне, а дальше же фронтальником делать. Ну, и потому что это, конечно, при таких масштабах, это ни о чем хокс. Вот это, как я сказал, много домов. Там, сям, сям хочет лучше, чтобы до этого нести. Протил вот настолько глушак, ну, где-то 20 сантиметров примерно. Труба такая нормальная. Варится хорошо. Да, где-то 20 сантиметров, короче, сделал. Посмотрим. Ну, он такой длинный-то, в принципе, ни к чему, потому что, что толку-то? Все равно цилиндр черный, когда ты максимально грузишь самосвал, цилиндр все равно черный. Опрокидывание корша, я уже заметил это. Так что, там разницы практически никакой нет. Хорошо мне здесь, что баллон был, я привез и кем-то мой маленький на 170 ампер заварил здесь. Все по месту. Вот и четвертого мотора, 1,9 турбо. Фух, 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 лагина. А сейчас залез по трактору, посмотрел. Вроде бы как. И есть следы какие-то подтеки масла. Черт его знает. Утром сегодня заглянул, сухо было. Ну, сухо было, он стоял. А так у меня было, и когда стоит, тоже такая дорожка была, ручеек такой. А сейчас смотрю, какие-то по колесу такие разводы есть. Ну, черт знает, я сейчас там ездил по грязи, может подняло что-то, может масло, не знаю. Завтра посмотрим, будет такая дорога или не будет. Фиг знает. Уровень бортовой проверял, все, это окей было. Был уровень. Не знаю, то течет, то не течет. То есть, то вообще все тек постоянно, а сейчас периодически то течет. То не течет. Надо тут ворота заварить, они нихрена не заварены. Шивы. Так просто стоят. Еду в гараж, но на кенту колеса приобудем. Скамеечка моя тусуется, стоит, блядь, ждет меня, когда я на нее манипулятор поставлю. Камазевич мой целый. Дети заколебали, блядь, люк с него похитили. В металлолом сдали, я пошел, нашел, короче. Что-то, блядь, все целое пока что. Вроде пока что все целое, блин. Сука, никто его не покупает, заебал мне этот КамАЗ. Время 23.14 плюс 6. Солнце херачит. Но не греет. Светит, светит. Но не греет. Ну, в кабине сегодня так жарковато было, когда ветер не дул. С дверью открытой работаешь, там у меня дверь, ну, этот поводок специальный держит, да, который, чтобы чуть-чуть приоткрыта дверь была, сантиметров 20, щель или 30. В принципе, ветер, когда задувал, холодно было. А так, боковое левое стекло открыто. И левая диска дверь на этом, на поводке. Вот так себе было. А сейчас, ну, 6 градусов. Солнце светит, но не греет. Небо чистое. Если до утра туча меня не затянет, то, в принципе, завтра будет тепло. Ну, мне это тепло не надо. Самая оптимальная температура для работы в тракторе – это плюс 14 градусов, 15. То есть, через стекло не так жарен солнце, и ты не потеешь, и комфортно себя чувствуешь. Поэтому это погода, это 5-6 градусов плюс, а это достаточно. Бетон сохнет, проблем никаких нет. Ну, в чем сложности? Волон на печку включил. А если у нас будет 25 стеджера, купаться нельзя. Вот они, озера есть, но вода-то, лед, епта, ледяная, там, что там, вода, плюс 5. Синеви начинают купаться, и пизда, ускоро. И тонут, и, ну, что, все дорогосводит. А кто-то покупается, потом, блядь, заморозит себе бубенчики и делают операцию. У меня вот с знакомыми в том году покупался, сколько у нас дней 5, жара стояла 25-28. Купались все в озере Ва, хорошая вода, заебись, накупался. А потом в ноябре бубенчики вскрывали, подзаморозил чутка. Так что нам жара не нужна. Всем спасибо за внимание. До новых встреч, если они кому-то нужны. Всего хорошего. Все, что вы хотите, чтобы у вас было. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok